Ну а сейчас Дагестан, как медицинская система республики справляется с нагрузкой за коронавирусом, как строится новое инфекционное отделение, как помогают военные медики, как растут объемы тестирования. Об этом и не только в интервью Ольге Курлаевой рассказал глава Дагестана Владимир Васильев. Владимир Адмир Владимирович, здравствуйте. Мы провели несколько дней в Дагестане и смотрели, как здесь борются с эпидемией. И достаточно интересно все происходит, быстрыми темпами взялись всем миром и справились. Есть ли спад и будут ли отмены ограничений, смягчение режима самоизоляции на фоне того, что сейчас стало уже меньше поступать амбулаторных больных? Вы знаете, как вот президент сказал, мы почувствовали, что Россия с нами. И Минздрав, и Минобороны, и МЧС, и вы тоже. Все вот сейчас здесь. Это, конечно, не может не сказываться. Процесс, как говорят, пошел в позитивном направлении. Естественно, будут смягчаться и режимы, и будет отменяться этот режим, безусловно. И я полагаю, что вот это вот, что мы переживаем, позволит поднять на более высокий уровень состояние нашей медицины. И вот то, что впереди у нас, кстати, голосование по Конституции, там есть очень важный момент. Нам нужно хорошенько подумать вот на этой системой здравоохранения на уровне муниципальных образований, которые сегодня тяжело управляемы. У нас очень активное информационное общество, такое неорганизованное в этом достижении. Но в данном случае оно сыграло такую роль, я бы сказал, к сожалению, негативную. То есть люди стали говорить, что нет угрозы, что этот вирус – это придумки какие-то. А ведь действительно он к нам шел долго, шел долго. К нам приехали из-за пределов не только Дагестана, но и из-за пределов России. И мы так подсчитываем по разным источникам – более 100 тысяч человек. То есть все дагестанцы в ту одну минуту, они обычно возвращаются домой. И это произошло. И вот по мере того, как они возвращались, кто-то, безусловно, не догадываясь даже, стал носителем этого вируса. И он пошел у нас. И вот между этим периодом, когда люди поверили и восприняли те призывы и ограничения, которые были объявлены, прошло время, еще это наложилось, конечно же, в первую очередь на личные ощущения, когда люди увидели, что вдруг в горах после соболезнования не было никаких заболеваний. И вдруг люди начинают заболевать. Заболевать семьями. Это стало восприниматься и накладываться на ту информацию, которая шла официально. И это уже убедило, что это опасно. И нужно изолироваться. Нужно использовать средства индивидуальной защиты. Прислушиваться к рекомендациям. У нас, вот если посмотреть за два года, значит, наш бюджет в республике увеличился со 100 миллиардов до 150. Это большая сумма, можете представить, на треть. И в его составе средства на завоохранение у нас в 2020 году составили 13 миллиардов рублей. В то время как в 2017 это было только 3,4 миллиарда. И вот то, что мы увеличили в результате этих шагов в 6,4 раза больше средств на лекарства для льготной категории наших жителей, которые стали их реально получать. И мы за это время смогли закупить, благодаря работе с бюджетом, пополнению налоговых поступлений, 108 автомашин скорой помощи. Сейчас вот по 75 проводятся торги, мы их получим в ближайшие. Это только из нашего бюджета. Раньше мы их не закупали. Мы просили все время только российские средства. Эти, безусловно, тоже пришли, но это наше достижение. Мы стали заниматься тем, что выделять больше денег из бюджета, который сумели нарастить на решение многих вопросов. В том числе такая проблема, как земский доктор. Земский доктор финансируется, софинансируется. Раньше, до 2017 года, не участвовала республика, не имела средств финансирования. Мы сейчас в полном объеме участвуем. И поэтому, конечно же, выпускники наших вузов медицинских пошли в село, что тоже очень хорошо. Но все это, к сожалению, исчисляется сроком год-два максимум. Поэтому, конечно же, мы не были готовы. Вот задают вопрос, были готовы. Нет, не были готовы. Но то, что в этих условиях система выдержала, это, конечно, достижение, в первую очередь, врачей, организаторов процесса управления здравоохранением в республике. Потому что на первоначальном этапе было очень тяжело. Очень тяжело. И когда по поручению президента, во-первых, он заслушал меня, значит, об обстановке других участников процесса, дал поручение, мы сразу почувствовали поддержку. И у нас поступили к нам группы врачей, значит, завестители министра здравоохранения, меня и друг друга, постоянно у нас присутствуют. Причем они не просто присутствовали. Они показывают пример нашим главным врачам захода в красную зону. И когда вот это уже, я говорю, совпало, фактор понимания большинством общества, что это опасно, плюс та работа, которая проводилась, она и привела к тому, что ситуация стала меняться кардинально. Да плюс еще, опять же, по поручению президента прибыли к нам силы МЧС, это 200 специалистов, плюс техника около 50 единиц из трех отрядов из Панасковии, вот, с Северокавказского региона. Они включились, если я не ошибаюсь, сейчас, по-моему, около 5 миллионов квадратных метров уже отработали. Причем они перемещаются из одного района в другой, отрабатывают по площадям. Это люди видят, когда работают в костюмах, в противочинных костюмах, понимают, что это опасно. Если специалист боится, то уж простой человек должен опасаться этого. Вот этот процесс шел. И мы видим уже эффективность и процент роста выздоровления, освобождения коек, которые отведены именно под ковид и внебольничную пневмонию. Ведь задача-то в чем еще? Почему мы так остро сейчас испытываем нехватку кадров, особенно профессиональных кадров, и в сельской местности? Я уже вам говорил. Почему? Потому что, ну, мы же сохраняем не только увеличенные койки для больных ковид и пневмонии, мы еще сохраняем ту медицинскую обязанность, которую мы должны выполнять перед хроническими больными, перед теми, кто требует неотложной помощи. Это же сохраняется все. И вот в этих условиях, конечно, нагрузка на здравоохранение Дагестана была запредельной. В ближайшее время будем рассматривать, что мы можем сделать в плане ослабления режима изоляции. Многофункциональные медицинские центры, строительство которых сейчас развернуто. Что это будет? И это помощь республике? Это фонд, который сохранится надолго? И как они будут использоваться? Было принято решение президентом, и Миноборона откликнулась на поставленную задачу оперативно помочь Дагестану. Эта тема, она имеет давнюю историю. Для нашей республики это такая, в общем, серьезная угроза, инфекционные заболевания. У нас редко кто не пополел. Вот я, допустим, дважды болел, значит, лёгкий, который здесь находился. Есть особенности. Так вот, и нам очень нужны инфекционные отделения. У нас, к сожалению, бывает острая кишечная инфекция. Вот было время, там были ещё более серьёзные болезни. И поэтому нам фонд инфекционных отделений, специализированных, оснащённых специалистами, техническими возможностями, современными оборудованием, очень нужен. И вот когда принимали решение, я признателен, что нас послушали, и послушали медиков, конечно. Вы, наверное, уже это и сам представляете, вы увидели, да, Батаюрт, это рядом с Аюртом. Там просто новую больницу, долгострой завершили, и прямо сразу на эту площадку поставим, это вот, значит, отделение Каспийск. Там идёт стройка, полный вход, везде идёт, в Стати и в Дербенте. И вот мы тем самым, как бы, территорию Дагестана закрываем вот этими новыми инфекционными отделениями, которые вот в таком режиме, а мы ожидаем уже их к июлю, в июле, в начале введения строй. Причём они будут оснащены самым современным оборудованием. Врачи сейчас буквально бьют тревогу в силу того, что поступают тяжёлые больные, которые дома по рецептам, которые находят в интернете, пытаются лечить самих себя. Есть какая-то возможность воздействия на граждан, чтобы они меньше общались в чатах, а всё-таки слушали официальную информацию. В условиях, когда был вот этот взрыв, о чём мы сказали, поступление, резкий скачок, действительно было так, что медицина, особенно на местах, не успевала принимать всех. И вот это наше амбулаторное звено, потом наши фельдшерские пункты, фельдшерские пункты виноваты, и наша система работы медицины на местах, она не успевала доходить до каждого. Недомогание первое иногда схоже с другими заболеваниями в этой формы вируса. Поэтому и это тоже. И вот то, что вы даже задаёте этот вопрос, то, что об этом говорят, я полагаю, что сейчас наше общество уже другое. Не то, что было в начале, когда говорят, ну что-то не здоровится, давай пьем таблетку, оно пройдёт. Ну куда идти, врачу что ли там? Да тем более ещё и были загружены эти больницы, люди же понимали об этом. И вот эти факторы, да, они, конечно, работали. Но я ещё раз подчеркиваю, что та работа, которую делает сегодня и информационная наша СМИ, и работа наших медиков, работа администрации, это всё приводит к тому, что сегодня уже, я так думаю, большая часть людей начинает в первую очередь сразу обращаться к врачу. Правда, ещё был один важный момент. Нам не хватало поначалу тестов. Остро не хватало тестов. Это тоже было правдой. И очень было сложно. Учились люди. Я помню случай, когда у нас лаборатория, значит, противочумная. Ну, все заболели ковидом. Все. Так они взяли, закрылись и говорят, мы всё будем работать. Но через некоторое время заразился ковидом аппарат. То есть всё вокруг пропиталось и стал давать всем положение. Было всякое. После того, как нам оказали помощь, сейчас вот, значит, нам прибыла лаборатория из Ставрополя противочумная. Она только одна, 500 делает тестов в сутки. Плюс нам помогли с реактивами, с тестами. Стали обучать специалистов, оказывать помощь, приезжать. И вот у нас, допустим, в Ставропольской, я недавно был, вместе с её дислокацией. Там врачи, лаборанты, все там, с ними вместе. Они ещё и в этом помогают нам. И мы сегодня уже ушли за 3000 тестов в день. Что очень для нас неплохо. Мы ещё недавно не мечтали об этом. И мы будем дальше, естественно, наращивать по мере необходимости. Можно ли сейчас сказать, что пандемия пошла на спад? И если да, то когда ждать открытия летних веранд, курортов, пляжных зон, парков и место, где люди могут, в общем-то, общаться. Потому что я знаю, что некоторые главы принимают решения, допустим, в том же Дербенте уже открылись парикмахерские. Вот это даётся на усмотрение главы муниципального образования или всё-таки будет какое-то массовое решение? У нас, значит, в республике было определено 116 системообразующих предприятий. А вообще всего у нас сейчас работает 5 323, боюсь ошибиться. Значит, и на них работает 66 345 человек. Вот я просто сейчас уже скажу, до этого боялся сглазить. Там нет очагов. Знаете? А вот те предприятия, 116 которых я говорю, плюс строительный комплекс, плюс дорожное строительство, плюс сельскохозяйственный комплекс, не прекращали работу вообще. Мы приняли такое решение. Ведь люди работают. Они зарабатывают. То есть мы сейчас вот имеем такую ситуацию. И огромное спасибо тем, кто это делает. И делает правильно. Прислушившись к рекомендациям нашего потребнодзора, было представлено право главам субъектов, это большое доверие, но это огромная ответственность, брать на себя некоторое решение. Я специально об этом говорил, и я думаю, в целом меня люди поняли и поддержали, что когда было принято решение ввести режим, я взял на себя ответственность и не ввел его в пятницу, а ввел его с понедельника. Почему? Потому что этот режим предполагал закрыть все банкетные залы, все рестораны, в которых были заказаны свадьбы, торжества какие-то, люди купили продукты. Ну, я поинтересовался просто глубоко этой темой. Я взял эту ответственность с себя. И до сих пор еще все тоже смотрю. Но вроде вот по наблюдениям по времени этой вспышки не было. В то время еще не было такого масштаба. Но это моя ответственность, и я понимал, что я за нее отвечу. Есть такая категория медицинского персонала, как поликлинические работники, и у них очень много вопросов как раз к выплатам. Выплаты, да. Выплаты, те, которые определены президентом, правительством, мы их выполнили, доложили об этом. Со своей стороны мы издали несколько постановлений наше правительство. На сайте правительства они все есть. И там у нас определены выплаты врачам и специалистам по 40 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу, по 20 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу, по 20 тысяч врачам оказывают привычную медико-санитарную помощь. И по 10 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу. Как это все делается, любой, кто считает, что такое может получить выплаты, он может обратиться на сайт правительства. У нас выделили 31 миллион на покупку, пока первый такой транш, на покупку лекарств. И долго не могли купить то, что было нужно. Теперь мы это делаем. И как только понадобится, мы опять выделим средства. Эти средства в бюджете предусмотрены. Я рад тому, и я думаю, не только я, и депутаты, и правительство, и самое главное, жители, что у нас сегодня таковые положения дел в бюджете, что мы испытывали проблему с наименованием дефицитных лекарств, с высокотехнологичным оборудованием, которое не могли закупить порой. Но мы не испытывали проблемы с деньгами, как это было раньше. За это, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех бизнес-граждан, которые платят налоги. Потому что трудово на это они и идут сейчас. Огромное спасибо, Владимир Абдуллеевич. Я надеюсь, что Тагестан справится, и скоро сюда приедут туристы. Субтитры создавал DimaTorzok